Начали! Самолёт, самолёт, в синем небе запоёт. Так про Ил-86 пел ансамбль юных конструкторов. И было отчего. В начале 80-х эти размеры поражали, а этот комфорт казался заоблачным. Аэробус и проектировали на будущее. Мы должны помнить, что это самолёт, который будет летать в 2000 и за 2000 год. Но тогда, в 74-м, Генрих Новожилов начинал с чистого листа. Сергей Владимирович Ильюшин, когда узнал, что мы будем делать 350-м местную машину, он мне сказал, Генрих Васильевич, надо её делать по-другому. Так как мы раньше проектировали, проектировать нельзя. Первый экземпляр нового самолёта собирали на Хадынге. И даже его скелет, вот он, занял тогда почти весь ангар. Длина самолёта больше 60 метров. То есть эта высота примерно больше двухтиэтажного дома. Если его вот так поставить? Да, если вертикально поставить. Были опасения, что эти 6 метров и 8 сантиметров просто не выдержат полёта. И сначала их проверили на Земле. В ЦАГе, где самолёты тестируют на усталость, Илу создали такие условия, что один их день шёл за 5 лет в небе. И не даром. Ведь чем больше размеры, тем больше проблемы. Переход на такие большие диаметры связан с проблемами прочности. Потому что очень большая энергия избыточного давления в воздухе. И что чревато от маленьких усталостных трещин, может быть взрывное разрушение. Говоря проще, огромный самолёт похож на воздушный шарик, который может лопнуть из-за маленькой иголки. Чтобы этого не произошло, фюзеляж Ил-86 сделали из специальных сплавов. И даже оборудовали стоперами. Это специальные балки, уперевшись в которые трещина не сможет развиться дальше. Такое впечатление, что всё-таки не очень удобно, голову приходится закидывать назад. В этой кабине должно быть удобно четверым. Двум пилотам, бортинженеру и штурману. По сравнению с кабинами современных самолётов, это просто квартира. Для удобства передвижения по ней даже полозья придумали. Из примет 21 века в кабине этого Ила только GPS-ка, да и система предупреждения о близости земли. Без таких нововведений 86-й не летал бы уже лет 15. Вот самолёт, доведённый до совершенства, на котором стоит всё старое. Не старое, а разработки тех лет. Сотовые конструкции. Из них делают начинку панелей наподобие пчелиных сот. Лёгкую и конструктивно жёсткую. Так выглядят первые советские композиты. Сейчас из них делают целые авиалайнеры. Но в 75-м это были космические технологии. Стойки шасси этого титана сделаны из титана для лёгкости. Вес в самолёт, мы называем пустой снаряжный, вложен на самолёт Л-86 как раз для того, чтобы обеспечить перевозку багаж при себе. Потому что три встроенных трапа, их ни на одном зарубежном самолёте нет. Сотни пассажиров били рекорды скорости. Попадали в самолёт за 15 минут. И сразу с багажом. Не нужно сдавать и после рейса долго ждать его получения. Ну ладно, пойдём. Ну, приблизительно таким образом пассажиры подходили сюда. Вверху нас встречали бортпроводисты. И мы поднимались по трапу. Со своей поклажей размещали свой багаж на вот этих полках. Анатолий Кнышёв пассажиром на самом деле не был, а был лётчиком-испытателем 86-го. Он сажал его и вовсе без двигателей. В 76-м Кнышёв учил самолёт летать на автопилоте. Комплекс ПНК-2П. Она полностью в автоматическом режиме выполняла полёт, заводила вас на посадку. И на высоте принятия решения 30 метров говорит командир, садимся. Он отключал автопилот и производил посадку. Каждое приземление 86-го было для аэродромов нештатной ситуацией. Хотя стоек шасси и было сделано 3 для равномерного распределения веса, ударов 200 тонн выдержит не каждый бетон. Полосы готовили и удлиняли по всему Союзу. Но главное было даже не сесть, а подняться в небо. Ил-86 так неохотно отрывался от земли и так неспешно набирал высоту, что про него даже шутили. Он взлетает, потому что земля круглая. Это его первый полёт 22 декабря 76-го. Хадынское поле. Это центр города практически. Он взлетел оттуда, перелетел в Жуковске. Первый полёт. Настолько была уверенность конструкторов и экипажа, что ничего не может случиться. Самолёт не может упасть на Москву. Задача лётчиков была определить, какие углы атаки для самолёта будут закритическими. На высоте 5000 метров шеф-пилот Станислав Близнюк передал управление Ясаяну. Грен вот так – это 30, 60 – это вот так. На скорости 500 я выполнил вираж полностью влево и полностью вправо. Этих кресел по 9 в каждом ряду. Для того, чтобы обслужить столько пассажиров, нужно 12 бортпроводников. Владимиру чаще всего достаётся дежурство на кухне. Она этажом ниже. Туда даже отдельный лифт ходит. Здесь 350 человек. Дверь ещё надо разместить. Специально придумали вот такую кухню. Эти кадры из художественного фирмы «Шизофрения». Он вышел на экраны в 97-м. И в 86 с бортовым номером 86060 взлетает и… По странному стечению обстоятельств, единственная катастрофа случилась на самолёте с тем же бортовым номером через 5 лет после премьеры фильма. Погибли 16 человек, все члены экипажа. Пассажиров на борту не было. Комиссия установила – у самолёта заклинило стабилизаторы. Командир, ты отвечаешь за жизнь этих 350 пассажиров. Анатолий Каледин отвечал за первых пассажиров Ил-86. 22 декабря 80-го он повёл лайнер из Ташкента в Москву. После этого перелёта пилоты стали настоящими звёздами и даже попали на голубой огонёк. Анатолий Сергеевич, с Новым Годом! С Новым Годом, Анатолий Сергеевич! Большое спасибо! Мы вас также поздравляем с Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! А где вы встретили Новый Год? Мы его встретили уже дважды. Первый раз при подготовке к полёту, а второй раз в полёте вместе с москвичами. Среди москвичей оказался и вахтанки Кабидзе, но и без песен. Каждый рейс 86-го был как праздник. Ну подавай картинку в салон. В отечественном салоне тогда впервые появились видеоэкраны. Пассажирам показывали кино, а они порой забывали, что находятся на борту, а не в зрительном зале. Даже после посадки. Смотрю форточку, около самолёта никого нет. Трапы выпущены. А прислушиваясь, в салоне раздаётся, ну можно сказать, взрывы хохота. Открываю дверь в салон и смотрю. Ещё не кончился фильм. Кавказскую пленницу показывали. Этот гигант сейчас чаще стоит, чем летает. Но в 80-х отсюда из Внукова на юг ежедневно брали курс 20 рейсов. Тогда один Ил-86 убирал из воздушного пространства 3-4 самолёта маленьких. К появлению 86-го Ту-154 летал уже 10 лет. Но летать приходилось очень часто. Ту на 20 метров короче Ила и на борт мог взять в два раза меньше пассажиров. С появлением гиганта рейсов стало меньше, а пассажиров на них больше. Когда летали в Сочи, билет 25 рублей стоил, а в Хабаровск 60 рублей стоил. Расстояние в три раза больше, а билет был в два раза дороже всего на всё. Потому что государству было выгодно, чтобы люди летали. И мы летали на Хабаровск с полной загрузкой. Ил-86 с радостью встречали и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Вот фото 81-го года. А в 21 веке Сибирь стала одной из первых авиакомпаний, которые 86-е списала. Недавно от аэробусов отказались и в Аэрофлоте, и в России. Как быть, двигатели Ил-86 съедают в три раза больше, чем у Аэрбаса или Боинга. Когда тонна керосина стоила 60 рублей когда-то, на севере за счёт завозов чуть больше 100 рублей, сейчас уже, по-моему, больше 1000 долларов тонны, если заправка до Египта 63 тонны, 65 тонны. Вместо двигателей НК-86 мы должны были поставить двигатели франко-американские Снекма. Вот они предлагали для самолёта Ил-86, ЦФМ-56-5. Это 91-й год. А вот бизнес-план. Но контракты по этому бизнес-плану так и не подписали. И вместо 20 Ил-86 с новыми двигателями в России появился первый Аэрбас. По этому рёву Ил-86 узнают даже за границей, куда, впрочем, его уже почти не пускают. Дамы и господа, говорит командир, мы выполняем рейс 95-31 в Нуково-Анталии. Этот рейс и ещё рейс до Египта. Вот и всё, что осталось сейчас от маршрутов 86-го. В условиях рыночной экономики на регулярных рейсах аэробус оказался авиакомпанием не по карману. Этот экипаж уже переучивается на другой тип самолёта. Штурман попытается стать лётчиком, а бортинженеру и вовсе непонятно, куда деться. Значит, бортинженер будет работать на земле, будет обслуживать те самолёты, которые придут на смену Ил-86. Эти Илы Атлан-Союза и Аэрохлот Дона полетят только на новогодние праздники, в традиционный бум чартерных перевозок. А потом, кто знает, может спишут, а может и распилят. Такое ведь уже случилось. Продолжение следует...